Студенческая жизнь полна событий и успеть всюду бывает сложно. Поэтому, если ты что-то пропустил, устраивайся поудобнее. Наша команда УниверНьюс расскажет тебе о самых главных новостях студенчества. Поехали! Сотрудничество между КФУ и Сколтехом принесет к открытию новой программы фотоника и квантовые материалы. Договор, подписанный между КФУ и Росфондом, предполагает расширение возможностей и технологий для исследований. Стартовал второй Всероссийский форум молодых специалистов «Энергетическая стратегия-2030». В Казанском университете готовится к созданию новейшая программа по направлению фотоника и квантовые материалы. Почему именно КФУ стал новым центром подготовки специалистов по фотонике, выясняла Аделя Шамилова. 13 апреля Казанский университет посетила обширная делегация Сколковского института науки и технологий во главе с ректором вуза Александром Кулешовым. Основной темой обсуждений стала возможность сотрудничества между КФУ и Сколтехом, в рамках которого рассматривается возможность создания одной из первых программ по направлению фотоника и квантовые материалы. С вами-то интересно работать, в каком плане вы? Во-первых, вы и не рановская структура, и не государственная структура, но структура, которая нам близка по духу. И, кстати, Казанский университет был выбран представителями Сколковского института не случайно, ведь именно здесь сконцентрирована богатая история исследований. Программа фотоника и квантовые материалы является очень перспективным направлением. Однако в нашей стране наблюдается существенная нехватка специалистов в этой области. В течение деловой встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве. К слову, одним новым направлением партнерства вузов в данной сфере ограничиваться не будет. В ближайшие планы также включены разработки совместной программы квантовые материалы физика твердого тела. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что оба образовательных проекта практически готовы к запуску. Кроме того, существуют перспективы, что сотрудничество двух вузов найдет продолжение и в других направлениях. Например, биотехнологии и инженерные науки. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюс. Казанский федеральный и Русфонд подписали договор о сотрудничестве в области создания национального регистра доноров костного мозга в Татарстане. Это поможет многим нуждающимся в дорогостоящей и сложной процедуре. Казанский федеральный и Русфонд подписали договор о сотрудничестве в области создания национального регистра доноров костного мозга в Республике Татарстан. КФУ выбран в качестве партнера не случайно. Здесь имеются высокотехнологичные инфраструктуры, лаборатории, имеющие возможность проведения типирования образцов, определения HLA-фенотипа индивидуального показателя тканевой совместимости. Мы можем оказать содействие в реализации этого масштабного для всей нашей страны проекта, поскольку у нас собственного регистра не было. И мы много говорили сегодня о трансфере технологий в различных областях. Так вот, все, что мы оснастили в нашей лаборатории и наши площадки для трансфера технологий, сегодня становится востребованным. И очень приятно, что Русфонд обратил на это внимание. Созданием общего национального регистра доноров костного мозга Русфонд занимается с 2013 года. Так, в настоящее время регистр, создаваемый на пожертвования граждан страны, насчитывает более 67 тысяч потенциальных доноров. Формирование регистра доноров костного мозга в Республике Татарстан, учитывая уникальное генетическое разнообразие населения, поможет многим нуждающимся в дорогостоящей и сложной процедуре. На счету каждую жизнь, каждый день важен найти вовремя донора, найти сразу возможность оказать эту помощь. И мы искали, мы и в Бельгию обращались, и в Испанию обращались. И сейчас мы совместно с Казанским федеральным университетом при поддержке Русфонда организуем этот Казанский регистр, и он будет лучшим регистром для всей России. И мы не стесняемся, что мы первые и будем делать, конечно, эту работу, деятельность совместно, одной единой командой. На момент подписания соглашения в биобанке КФУ имеется более 900 образцов крови потенциальных доноров костного мозга. Наговор, подписанный между КФУ и Русфондом, предполагает расширение возможностей и технологий для исследований. Анастасия Иванова, Ленардо Влитяров, Универньюз. Энергия 2030. Молодежная инициатива всероссийского масштаба. Форум проводится Клубом экономической дипломатии, функционирующим на базе Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ. Что это за форум и какие вопросы поднимают на нем, узнаешь в нашем сюжете. Второй Всероссийский форум молодых специалистов «Энергетическая стратегия 2030. Тенденция развития мирового энергетического сектора» это мероприятие, организуемое в формате Большого форума для молодежи. Оно пройдет с 13 по 14 апреля в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ. И в этом году масштаб форума стал еще больше. Тема сферы энергетики, она интересна разным специалистам, но все-таки нам интересно посмотреть ее с разных точек зрения. Поэтому сегодня у нас присутствуют ребята из 20 городов России практически. И при этом это участники всех разных специалистов. Это и международники, это и экономисты, это и биологи, это и физики. Работа форума направлена на обсуждение ряда вопросов энергетической сферы, включающих тенденции развития мирового и российского энергетического секторов, энергетическое партнерство государств, безопасность некоторых источников энергии, рентабельность альтернативы. На самом деле КФУ активно участвует в исследовании, связанной с энергетической отраслью. И во многом мы разрабатываем технологии, которые позволят, по крайней мере в нашей стране, возможно еще в ряде стран, повысить энергетическую эффективность за счет использования углеводородов. Для этого в КФУ создана стратегическая академическая единица «Эконефть», которая как раз занимается разработкой и внедрением новых технологий добычи нефти и газа. Причем это относится к тем запасам, которые являются нетрадиционными. И на сегодня это 60% мировых запасов углеводородов. В 2030 году углеводороды останутся на первом месте. Единственное, мы ожидаем то, что уменьшится доля самого грязного топлива, угля. В качестве гостей и экспертов на форуме выступили представители ГАУ-центра энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете министров инновационно-производственного технопарка «Идея», научно-производственного объединения энергии, стратегическая академическая единица «Эконефть КФУ» и другие. По окончании форума все докладчики и слушатели получат сертификаты, а также будет выпущен сборник материалов с лучшими докладами и идеями участников. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универ Ньюс. В Елабургском институте Казанского федерального поговорили о роли психологии и воспитании будущих педагогов. Что нового узнали студенты на тренингах и мастер-классах? Смотри в следующем сюжете. Особую роль психологии в воспитании будущих педагогов обсудили в Елабургском институте КФУ на мероприятиях, приуроченных к неделе психологии. В рамках акции студенты посетили психологические тренинги, мастер-классы по тайм-менеджменту и стрессоустойчивости. 10 апреля в университете был организован мастер-класс тайм-менеджмент управления временем для студентов. Также прошла и лекция на тему эффективной коммуникации как основы личностной успешности, где преподаватели рассказали о правилах слушания и о способах продуктивного общения. В любом отрезке жизни эти знания нужны. И сегодня конкретно мы изучали, как правильно слушать. То есть слушаем мы постоянно, мы в межличностном общении, даже сейчас вы меня слушаете. То, как мы слушаем, оно очень сильно влияет на наши взаимоотношения, на наш профессионализм, на уровень наших знаний. Организаторы убеждены, главная цель образовательной акции в том, чтобы сделать научную теорию доступной и понятной. Психология в настоящее время это наука, которая интересует всех, и маленьких, и взрослых. И вот наша как раз задача, проводя ежегодно неделю психологию, это популяризовать психологические знания среди всех слушателей, сделать психологию доступной для каждого и в то же время привить интерес у студентов к саморазвитию и самосовершенствованию. Студенты с интересом посещали занятия, внимательно слушали то, о чем говорили на мастер-классах. Ведь все эти знания можно с успехом применить в жизни и профессиональной деятельности. Сейчас мы прослушали приемы внимательного слушания, я думаю, несомненно, помогут нам в нашем обучении. А как преподавателю будущему, это несомненно важно найти общий язык, как и со своим коллективом, так и со своими учениками. Анна Глазунова, Динара Алмагомбетова, Айдар Салихов, Универ Ньюс. На этом наш выпуск завершен. С вами был Дмитрий Гомжин. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok